приветствую дорогие друзья я надеюсь что этот ролик будет полезен всем а также начинающим в нашем непростом деле терпения вам вашим женам и всем вокруг и вы знаете столько много всего говорят про усилители про провода про источники и по акустику и тогда далее туда подобного ребят если бы я вернулся в свое начало и кто-нибудь ценный мне совет изначально дал сказал слушай не стал ты начинаешь не то ты начинаешь менять я бы наверное был благодарен ему но не было такого человека и все что я прошел я прошел своими руками своими ушами и своими разговорами со своей супругой к сути это сетевой фильтр кондиционер в данном случае он от русича может быть короткая или не короткая предыстория всего этого как-то один знакомый мне сказал не хочешь ли ты себе приобрести сетевой фильтр зачем и так все работает он дал свой попробовать на тот момент это был нельзя как фарман форма я называю фарман кто-то может по-яврейски может назвать его форма 16 5 моделька на вторичке стоил там в районе 50 тысяч естественно естественно это цена кусачья была для меня тогда но я взял его попользоваться на недельку этот сетевой фильтр я попользовался я обалдел первые впечатления были такие что как будто полностью весь тракт у меня поменяли от источника до усилителя появилась детализация с фарманом бас стал собраннее он стал четче верха стали интереснее и в общем я был в восторге ну ребят полтос кусачья цена для меня была и сейчас она остается неприемлемой для трата его на сетевой фильтр в общем отдал я поблагодарил огромное спасибо сказал пришел домой все подключил и и не то блин и все не то стала искать что же делать дальше потому что он у хочется уже хорошо тоже попробовал хорошо тоже обратно не хочешь плохо попался по доступным скажем так средством был такое iso многие о нем знают в общем ждал очень долго посылочку издалека шла пришел пришел этот сетевой фильтр я его установил включил слушаю блин красотища но как только дошла речь разговор о музыке дошел о басовых партиях я понял что-то здесь не то но у меня есть портативные аудио плеер я же слышу как там все играет я же знал как у меня без этого сетевого фильтра ну пусть грязненько но мой усилитель играл а тут воровство нагло воды я специально не хочу говорить марку этого сетевого фильтра он очень известный производитель сказал марку говорит не буду попользовался попользовался и понимаю что но не мое для видео тракта он подходил идеально возможно изначально был для видео тракта не для аудио тракта и тут у меня знакомый его выпросил я не хотел с ним особо расставаться но на смену ему пришел вот этот вот малыш русич это модель одна из самых простых у производителя в смысле того что всего нас вот здесь у нас две розеточки я изначально выбрал как попробовать а мало ли что ну сами прекрасно понимаете все жизни бывает это было первое мое знакомство с этим производителем при разговоре я вот все свои вот то что я вам сейчас рассказал то же самое было звучно производителем и я очень сильно переживал что украдет баз на что абсолютно смело мне производитель дословно говорит так вы его берите вы попользуетесь если в течение недели у вас даже вот он на стадии там скажем прогрева если у вас появятся мысли такие что ворует база смело отправлять я вам верну все деньги вот это вот зараза так подкупает когда производитель абсолютно уверен свою технику я не вернул работает по сей день долго работает работает без перестана он работает практически всегда все время нареканий по работе у меня нету и это мне кажется одно из тех оборудования одной из той вещь которая должна присутствовать в самом начале опять-таки оглядываясь назад я понимаю что сколько возможных хороших усилителей прошло вот только потому что они не смогли правильно раскрыться из-за помех которые есть в электросети это для кого не новость это 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 так мы все это принимаем и чувствуем разницу когда мы включаем сетевым фильтром кондиционерами без него в общем крутая вещь не в плане того что конкретно это за свои деньги ребята вообще бомба ракета а в принципе сетевой фильтр да это то без чего мне кажется начальное построение она в принципе невозможно но возможно но вы не поймете все всей этой красоты которые производитель аудиотехники с тех же самых усилителей вкладывает в него помехи они реально мешают это вот штука реально работает у меня даже был один случай такой кратковременный скачок электроэнергии был и штука сработала она отключила полностью все питание и спасибо огромное ей после этом я включил все хорошо что она здесь здесь отключается у нас индикация но этот синий свет он на самом деле мне вообще не нравится спасибо что сделали его отключаемым основные вот показывает потребление сколько всего энергии из расхода назовет за весь период вольтаж напряжение ампераж текущее потребление я не смотрю я не думаю что кто-то на это будет смотреть скажем так смотрится в этот экран и тем более включать эту подсветку но не нужно вещь стоит вещь работает и не нужно ей мешать поэтому для начинающих повторюсь ребят вам азы такие это конечно же сетевой фильтр он должен быть блин да конечно в начале это очень так накладно может быть но вот пример элементарный он стоит небольших денег вполне адекватных денег работает адекватно и работает корректно